Все. Благословите, святые владыка, отцы и братья. Тема сегодняшней конференции «Старчество на Афоне». Сначала коротко о самой горе Афон и старчестве Афона в сравнении со старчеством России. Афон, крупнейшая в мире сосредоточия православного монашиства, расположенная в Греции на полуострове Айон-Орос, находится под церковной юрисдикцией Константинопольского патриарха. На Святой горе, пребывающей под пограбительством Божьей Матери и называющейся Уделом Пресвятой Богородицы, уже более тысячи лет непрестанно возносится к Богу молитвы иноков. В настоящее время в 20 афонских монастырях и их кельях и калиевах число монашиств превышает 1700 человек. Несомненно, что первые отшельники на Афоне могли поселиться сразу после евангельской проповеди, когда апостол Павел посещал Аполлонию, находящуюся у перешейка, связывающего Афон с Халкидой. Но самое раннее, достоверное и датированное упоминание об афонском монашстве содержится в хронике Денесия середины X века, которая сообщает, что в 843 году в связи с восстановлением иконопочитания в Константинополь прибыли монахи с Афоном. Афонская традиция связывает заселение полуострова с отшельниками, с бегством монахов, земель, завоеванных арабами в VII веке. Большинство же афонских монастырей возводят начало своей истории к первым векам христианства. Например, император Константин Великий по преданию переселил на Пелопонез прежних обитателей Афона, Саконов, и основал храм в честь успеяния Божьей Матери в Корее, а также в Атапет и Кастанманицкие монастыри. Строительницей монастыря Эфсифигмен и Кстеропотам считалась императрица Святая Пульхерия. Это середина начала V века. Несомненно, старчество, как форма духовного руководства, пришло к нам с афоном. Но к старчеству в России сформировалось более благоговейное отношение. Старец в России – это не только прозорливый духовник, молитвенник, почитаемый всеми, но и основатель, строитель монастырей, как, например, преподобный Сергий Радонежский, Серафим Саровский, Авросий Оптинский и наши современники. Например, сверхимандрит Семен Нестеренко скончался в 2010 году, сверхимандрит Георгий Савва скончался в 2011 году, архимандрит Кирилл Павлов в 2017 год и архимандрит Наум Байбоварадин скончался в 2017 году. На фоне же старец – это любой опытный монах, не обязательно священник, но имеющий себя в подчинении ученика-послушникам. И этот послушник, пусть даже он священник или епископ, оказывает старцу, открывает старцу свои помыслы, берет у него благословение, учится духовной жизни. Духовная взаимосвязь между таким старцем и его учеником настолько сильна, что она не прекращается и по смерти старца. Ее не в силах прервать или отменить никакой человек, пусть даже он и патриарх. Так известен случай, простите, не помню, где я его слышал или читал, когда на фоне некий послушник провинился и старец ему наложил эпитемию, не есть хлеб. Старец умер и не успел разрешить этой эпитемии. Послушник обращался к многим старцам за помощью, все ему отказывали. Тогда он обратился в Кенот. Кенот тоже не знал, что сделать, написали патриарху Константинопольскому и получили такой ответ. Пускай он ест овощи, всякие зелия, а хлеба не ест. Так и патриарх не согласился эту эпитемию отменить. На фоне старец – это любой опытный монах. Простите. Это старческое благословление настолько важно, что без него не может проходить духовная жизнь. Вот какой совет старец Даниил из Катунак дал юному Франциску, будущему Иосифу Исихасту, и его послушнику монаху Арсению, когда они по неопытности в начале своей жизни на Афоне стали подвязаться самочинно. Но он сказал им, «Так никакого толка не будет. Послушайтесь с тобой, что я вам скажу. Здесь, на Святой Горе, существует одно нерушимое правило. Похоронишь старца – станешь старцем. А жить так, как вы живете, своевольно, не годится. Ты сбежал от послушания, сказал он отцу Арсению, а ты еще не постригся в схему, сказал он Франциску. Без благословления какого-нибудь старца ничего хорошего не выйдет. Без этой отеческой печати никакое духовное делание в монашеской жизни не принесет плода. Если желаешь иметь благодать Божию в течение всей вашей жизни, вы должны пройти через послушание». «Но куда же нам идти, старчик?» ответил Франциск. «Ведь я не вижу вокруг ничего, кроме рукоделия. Если бы вся суть состояла в рукоделии, я бы мог жить в миру. Мне нужна молитва». «Хорошо, дитя мое, я вижу, что твое призвание – молитва. Здесь по соседству, в Благовещенской келье, живут два старчика. Одного зовут Ефрем, а другой – Иосиф. Они долго не проживут. Пять-десять лет максимум. Если вы примете от них благословление, то будете подвязаться, как пожелаете. Тогда, что захотите, то и будете делать. Вступайте к ним на послушание и ухаживайте за ними. А когда они умрут, ты станешь законным старцем». И как знаем в Священном Писании слова «Благословление Отца утверждают домы детей». Но от кого же первые афониты получили благословление на свою подвижскую жизнь? Согласно сохранившемуся у Стефана Святогорца преданию, вскоре после вознесения Спасителя Афону достоило посещение Пресвятой Богородицы. Ее корабль, направляющийся на Кипр, к Лазарю, четверодневному из-за морской бури, причалил к Афонскому берегу в так называемой Климентовой пустыне, пристани. При появлении Богоматери языческие идлы громко призвали жителей встречать Марию, великого Бога Иисуса Матерь. Воздействив Афонсом о Христе, Богородица, возрадовався духом речи, «Все в жребии мне быть сына и Бога моего». И благословив народ, произнесла «Божья благодать на место сие и на пребывающих в нем с верою и со страхом и заповедями сына моего. С малым попечением изобильно будет им вся на земле и жизнь небесную получат. И не оскудеет милость сына моего от места сего до скончания века. И аз буду теплозаступницей к сыну моему, о месте си и о пребывающих в нем». Таким образом, Пресвятая Богородица и до ныне является игуменей горы Афон, о чем свидетельствуют многочисленные явления ее в своем уделе и чудеса от икон ее происходящих. Первым же известным афонским старцем является преподобный Петр. Время его подвиженства приблизительно относится к концу седьмого, начала восьмого века. Преподобный Петр Афонский родом грек, служил воеводой. В 667 году он во время войны с сирийцами был взят в плен. Долгое время он томился в темнице. Святитель Николай явился ему вместе со святым Симеоном Богоримцем и освободил его. Надо заметить, что Петр уже в темнице дал обет Богу посвятить свою жизнь монашеской жизни и постился усердно и молился. Для принятия победу инического образа Петр ушел в Рим, где при содействии святителя Николая и получил от Папы монашеский постриг и напутствие при гробнице апостола Петра. Христая Богородица в сонном видении явилась святому Петру и указала место, где он должен был жить до конца своих дней в святую гору Афон. Петр понял, что в этом месте ему надлежит сойти. Это было сойти с корабля. Это было в 681 году. С тех пор преподобный Петр провел в пустынных местах Святой Горы 53 года, не видя никого из людей. Одежда его истлела, волосы и борода обросли и покрыли тело вместо одежды. В первое время преподобный Петр многократно подвергался бессовским нападениям. Дьявол старался принудить святого покинуть Афон и пещеру, где поселился подвижник. Сначала страхованием, а потом хитростью явился ему в виде сначала в виде отрока, бывшего его слуги. Говорил, мы тебя нашли и вот возвратись домой. Все ждут тебя, жалеют о тебе. Там много заблудших, которые нуждаются в твоей помощи, ты многих наставишь на путь спасения. Приводил различные слова Священного Писания. Всячески стремился Петра увлечь за собой словами Священного Писания. Но Петр сказал, что ему поселиться здесь велила Пресвятая Богородица, и дьявол, услышав ее имя, исчез. По прошествии семи лет опять искушение, но уже с другой стороны. Дьявол явился в виде светлого ангела и сказал, что Бог повелевает ему идти в мир для просвещения и спасения нуждающихся в его руководстве людей. Как бы это сейчас сказали, пытался привлечь пустынника к миссионерству и социальному служению. В хитрости своей он и преградил источник воды, который тек рядом с пустыней, доказательство истинности его слов. Но опытный подвижник снова ответил, что без повеления Божией Матери не покинет пустыню. Когда же прошло время преподобному Петру преподать свое старческое благословление, он был обнаружен охотником, который, пораженный святой жизнью подвижника, решился остаться с ним. Но святой отослал его домой, дав год для самоиспытания и запретил рассказывать об их встрече. Через год охотник возвратился и увидел, что старец уже приставился к Богу, но главное, что получил охотник, это старческое благословление на монашескую жизнь. С именем преподобного Петра Афонского связан также преподанный ему в сонном видении Священный Завет Матери Божией о своем земном уделе Святой Гореафон, который и поныне остается в силе. Это место есть мой жребий, данный мне Сыном моим и Богом, чтобы здесь, отвершись на рскоговолнение и взявши по силе духовные подвиги, с верой и любовью призывая мое имя, без печали проводили эту временную жизнь и ради духовных своих дел наследовали жизнь вечную. Я очень люблю то место и желаю умножить чин иноков, от которых не отступит никогда милость Сына моего и Бога, если они будут соблюдать спасительные заповеди. Я распространю иноческие обители на той горе, на юг и на север, и иноки будут обладать этой горой от моря и до моря, и имя их прославится по всей вселенной. Я буду защитой тех, которые станут терпеливо подвязаться в посте на Афонской горе. Среди афонитов есть также предания о 12 никем невидимых старцах. Некоторые говорят о семи, которые подвязаются около вершины Афона, пребывают постоянно в молитве по благодати Божией, не имеют нужды в одежде. Увидеть их можно, только если они сами этого захотят. Но иногда при особой на то воле Божией их замечали, а некоторые и разговаривали с ними. По преданию именно они будут совершать последнюю литургию на Афоне. А если кто-то из них умирает, то первый встретившийся с ними Афонит навсегда должен остаться у них. не помню, где я эту историю читал или слышал, но однажды на святой горе Афон произошел такой случай. Некий молодой послушник, идя по тропинкам Афона, случайно наткнулся в лесу на похороны. Одиннадцать чудных и благообразных старцев на свежем могиле пели погребальные песнопения. Это были те самые невидимые подвижники. Они только что похоронили своего собрата. Один из них обратился к послушнику. Волк привел тебя сюда и сподобил увидеть нас, а потому оставайся с нами, таков наш обычай. Хорошо остаюсь, ответил послушник, только сначала сбегаю к своему старцу за благословлением на этом. Иди, был ответ. Послушник поспешил к старцу и все ему рассказал. Придя благословить его, прося благословить его, старик же бросился бегом на указанное место, но сколько ни скал не мог найти даже следов от могилы и никого не увидел. Я столько лет в юности искал их во всех уголках Афона, говорил старец, но никак не мог найти, а ты их видел и не остался с ними. Простите, владыка благословитель, на этом первое заканчивается рассказ короткий, прошу ваших молитв. Спаси Господи, отец Тротоник, конечно, про Афон многие из нас читали, но лишний раз послушать тоже полезно. Я помню, когда в нашем мастере отец Ноум постригал Николая, давая имя Симеон, тот не хотел. Ну как у меня такой покровитель, свидетель Николая, а вы хотите честь Симеона назвать. И тогда отец Ноум рассказал этот случай, как с Петром Афонским. Петр Афонский попал в плен, стал молиться в плену свидетель Николая Четвертца об освобождении. Свидетель Николай явился, взял с него обед, что он прекратит уже мирскую жизнь и станет монахом. Тот пообещал и получил свободу. Но придя в Рим, решил повременить обед, он опять стал полководцем и опять попал в плен. Снова стал молиться свидетель Николая, тот явился, ты меня обманул, я тебе уже не хочу освобождать. Тот говорит, что же делать? И вот тогда свидетель Николай говорит, есть один угодник Божий, который гораздо выше меня и его дерзновение больше. Это человек, который принял на руки спасителя мира. Молись Симеону богоприимцу. И тогда Петр стал молиться и по молитвам уже Симеона опять избавился и тогда уже исполнил свой обед. Я знаю, что некоторые наши священники были на Афоне, действительно, там даже те, кто был на экскурсии просто, уже рассказывают, что чувствуется особая благодать Афона, чувствуется общий настрой на безмятеже, на молитву, то есть место благодатное. Ну и надо сказать, что очень связано с нашим российским монашеством, поскольку основатель русского монарства получил благословение именно от афонских старцев, преподобный Антоний получил благословение на основании русских монастырей. Затем, когда стала угасать монаршеская жизнь и возрождалась уже преподобный Сергий Радонежский, то преподобный посылал своих учеников на Афон, для того, чтобы они принесли списки, книги, иконы и там еще получались молитвы. И потом преподобный Нил Сорский подвязался на Афоне. То есть мы видим, после каких-то угасаний монаршеса на Руси возрождение приходило со той горы Афон. И особо значимое последнее, это когда будущий старец Паисий Величковский во времена Екатерины Великой не мог найти на Руси нормального монастыря и нормальных условий для монаршеской жизни. Пошел на Афон, там научился монаршескому деланию, потом в Молдавии был, приютили его, и только оттуда он своих учеников посылал на Русь. Вот представляете, вроде Россия православная, но так было тяжело истинным подвижникам на Руси. И порядка двух тысяч учеников было у Паисия Величковского. Они даже над ним часто видели, как над Моисеем, световые лучи над его головой. Вот, и он возродил учение об Иисусовой молитве, о откровении помыслов, старческом окормлении, и потом своих учеников посылал на Русь. Но не просто, представьте, это было даже трудно сделать в те бездуховные времена. Часть проникала через Кавказ из Молдавии, часть через Валаам, прятались по лесам, Рославльские леса, Плащанская пустыня, и потом потихонечку проникали уже в монастыри. В Оптину пустынь проникли, в Глинскую пустынь, в Саровскую. И это послужило началом возрождения монашства, духовности на Руси, появлением старчества, особым таким расцветом духовным. То есть Афон для нас конечно очень важен, и вы знаете, что недавно было празднование тысячелетия пребывания русских на святой горе Афон. Ну а из последних наших старцев великих, это вы будете наверное рассказывать по Силуану Афонскому, потом учитель старца Паисии Афонского, это святой Тихон преподобный, последний русский старец его называют. То есть значимое очень значимое место, концентрат монашеской жизни. Отец Григорий, вы же там были наверное, какое-то время? Вот наш отшельник. У вас звук выключен, батюшка. Отец Григорий, что-то рассказывайте, но звук выключен у вас. Вы здесь на Кубани, но наверное все-таки ностальгия есть по святым местам. Я всю жизнь мечтал подвязаться на Афоне, но когда поехал меня не благословили и поэтому я подвязался в Абхазии. На Новом Афоне. На Новом Афоне, там в горах и поэтому там тоже сильная школа пустынников, наиболее мощная, которая существовала на территории России. Ну я скажу, что отец Новом тоже посылал своих учеников на Афон и там люди учились подвижничеству, потом здесь тоже помогали. Ну всех благодарю за внимание. Отец Тротоник благодарю вас за рассказ про сестры Божьей помощи. Спасибо Господи. Владыка, благословите. Владыка, благословите. Благодарю вас. Спасибо Господи.